Финансовая поддержка семей при рождении детей и содействие занятости женщин в создании условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Реализация этих двух взаимосвязанных направлений национального проекта «Демография» на территории города оказалась в центре внимания участников «Круглого стола». По словам специалистов, эти региональные проекты направлены на решение конкретных задач. И в первую очередь это повышение рождаемости за счет комплексной финансовой поддержки семей, включая ежемесячные пособия при рождении детей. Так, наряду с ранее существовавшими, по инициативе президента Владимира Путина, появилась ежемесячная выплата в связи с рождением, усыновлением первого ребенка, получателями которой, начиная с 2018 года, стали уже порядка 100 уваровских семей. Если сейчас она предоставляется до достижения ребенком возраста полутора лет, то с 1 января 2020 года срок выплаты будет увеличен до трех лет. Сейчас право имеют родители, у которых рожден первый ребенок после 1 января 2018 года. Пособие назначается на год, после истечения срока годового, то есть по исполнению ребенка года, заявитель вновь сдает перечень документов, такой же первоначальный, и ему еще назначается на полгода, то есть, когда исполнится ребенку полтора года. Какая там сумма? 8,710 на сегодняшний момент, сумма ежемесячная. Об изменениях. Во-первых, увеличился средний душевой доход, то есть сейчас действует полуторократная величина, прожиточным минимумом трудоспособного населения, установленного в Тамбовской области, в данном случае в Тамбовской области, за второй квартал предшествующий год обращения, то с января 2020 года величина будет не полуторократная, а двукратная. То есть, если не превышает двукратную, то тогда это получать будут. Перевыплата будет производиться до достижения ребенком трех лет. На внедрение новых стимулирующих мер нацпроект «Демография» нацеливает и регионы. В нашей области эта мера, главной задачей которой является своевременное рождение первых детей в более молодом возрасте и, как следствие, рождение в семье следующих детей внедрено уже с 2017 года. Одной из введенных мер социальной поддержки на территории Тамбовской области стало пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Это пособие назначается маме или папе после исполнения ребенка полутора года. Размер пособия – 3000 рублей и платится до исполнения ребенка возраст трех лет. Это на рождение первого ребенка. И маме на момент рождения ребенка должно быть не более 25 лет. На финансовую поддержку семей с детьми направлено и предоставление федерального материнского капитала при рождении вторых детей, размер которого на сегодняшний день составляет 453 тысячи рублей. Одним из направлений расходования этих средств являются ежемесячные выплаты за второго ребенка, если он родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. А годовой доход семьи невысокий. Этой возможностью уже воспользовались порядка 30 семей. Но все же самым популярным направлением расходования средств в уходящем году у варовских семей по-прежнему стало улучшение жилищных условий. Приобрести собственные квадратные метры у варовцам позволяет и реализация программы «Доступное жилье для младых семей». За время ее действия, начиная с 2003 года, свои жилищные условия уже улучшили свыше 150 у варовских семей. Участниками программы у нас являются молодые семьи, возраст которых не превышает 35 лет. То есть существует общий список очереди, и ежегодно в хронологической последовательности молодые семьи получают именное свидетельство на определенную сумму. Сумма зависит от состава семьи конкретной. И эту социальную выплату они могут использовать на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого объекта. Все это только на территории Тамбовской области. Согласно правилам программы, первоочередным правом получения социальной выплаты обладают многодетные семьи. Стоит отметить, что поддержки семей, имеющим трех и более детей, в рамках реализации региональных составляющих нацпроекта, уделяется особое внимание. Предоставление областного материнского капитала и земельных участков, стопроцентное субсидирование, процентные ставки по ипотечным кредитам и льготы на вывоз мусора. Компенсация расходов на покупку школьной формы и получение детьми профессионального образования. Это только часть из действующих мер. Дети из многодетных семей, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях, учреждениях профессионального образования, теперь ездят на маршрутах, на автобусах, на городских и межмуниципальных перевозках по стопроцентной льготной оплате. То есть им выдается теперь транспортная карта, социальная транспортная карта, и они ездят бесплатно. Также на детей из многодетной семьи питание представляется скидка на питание в размере из расчета 40 рублей в день на каждого ребенка. 70% скидка для детей, которые посещают дошкольные учреждения, то есть детские сады, бесплатно посещение спортивных сооружений. То есть ледовый дворец, бассейн в Мочкапе, спортивная школа. Как и дети, так и родители посещают эти учреждения совершенно бесплатно. И родители тоже? Да, и родители. Оказание мер поддержки многодетным уже дает положительный результат. Если в 2017 году таковых было 132 семьи, то в 2019 их число достигло 146. Еще одной важной составляющей нацпроекта «Демография» является содействие занятости женщин путем создания условий дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. С этой целью в городе ведется строительство современного детского сада на 50 мест, который планируется ввести в эксплуатацию уже в 2020 году. Он будет очень красивый, современный, с современным хорошим оборудованием, очень красивые участки, художественно-эстетической направленности. Там будут хорошие подъездные пути, будет тротуар, то есть он будет как центром такого микрорайона. А он не слишком маленький, ничего, на 50 мест? 50 мест это достаточно. Но сейчас уже очень... Сейчас это такой вот небольшой ажиотаж. Все когда видят вот эти репортажи в красивых детских садах, уже звонят и хотят, мы хотим решенку. Детский сад будет вторым зданием детского сада «Золотой рыбка». Тут вот мы прослежим такую пелестность. Они будут работать по одной программе от рождения до школы. И по достижении трех-трех с половиной лет дети будут переходить без болезни на «Золотую рыбку» в основное здание. Обсудив вопросы, стоящие на повестке дня, и подводя итоги встречи, все участники круглого стола сошлись во мнении, что решение демографических задач возможно только при комплексном подходе и тесном межведомственном взаимодействии, вниманию к каждой семье и каждому ребенку. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов. Наш город. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов.